Всем привет! Вы знаете, чем больше отрастает борода, тем больше мне хочется начать бушкрафтить, взять большую колотушку, мощный нож и пойти в лес рубать деревья и показывать всем бушкрафтерские лайфхаки. На самом деле я знаю, что говорится лайфхаки, но это типа прикол. Но мои друзья, мои партнеры ждут видео о Викторинакс и мне хорошо в этом помогает. Смотрите, сколько у меня всего. Это гаки 108. Помните, как в старой игре астрологи объявили неделю гаков 108? Количество видео о гаках 108 на канале увеличилось вдвое. Кто понял, о какой игре идет речь, пишите в комментариях. В общем, вот сколько у меня всего есть. И видосы об этих ножах будут интересны как начинающим пользователям, любителям Викторинакс, так и более опытным, потому что я смотрю какие-то видео на канале, я снимаю больше для начинающих людей, там про дроху и Викторинакс, про выбор между тем или иным ножом Викторинакс. Ну и как правило уже продвинутым любителям они неинтересны. Они ставят дизлайки, пишут какие-то комментарии негативные достаточно, они отписываются от канала. Ну, тут я смотрю по наиболее часто задаваемым вопросам и снимаю видео. То есть, ребят, помните, что кроме продвинутых любителей Викторинакс, есть еще и новички, начинающие любители Викторинакс в этой теме. Все это добро мне подогнал мой друг Георгий, который занимается продажей гаков 108. Проверенный чувак, можно приобрести у него гаки 108 по нормальной цене, ножи итальянской армии, там еще кое-какие армейские ножи есть, нож связиста, я помню, тоже был на обзоре. Ну, то есть, интересная группа, интересный магазин у него. Вот, то есть, он молодец, в принципе, по невысокой цене, дает нам возможность прикоснуться к истории, овладеть ножами, снятыми с производства. И за это и мой эспект. Ссылка на него будет под видео. Сегодня мы рассмотрим ГАК 108. Компания не Викторинакс его выпустила. Протестируем его. Ну, самое интересное, что тут есть пассатижи. Давайте посмотрим поближе. Итак, 108 ГАК. Неправильно я начал обзор. Конечно же, надо начинать обзор с коробочки. Ну что, посмотрите, коробочка глянцевый картон, цветная печать. Вот такая вот коробочка, это название фирмы. Блин, ну я не обзорщик коробочек, просто все обзорщики делают обзоры коробок на 5 минут в начале. Вот, тут есть такой чехол простенький, дешевый. И вот в такой бумажке поставляется нож. Так, что еще можно сказать про коробку от этого ножа? Шутка. Это, если что, степка, если кто-то не понял. Так, ладно, давайте. В общем, ГАК 108, с вашего позволения, не думаю, что прям стоит говорить, что это ГАК с пассатижами. Ну, реплика. Опять же, с натяжкой можно это назвать репликой, так как оригинальные ГАКи 108 с пассатижами тоже не выпускались. Геометрические размеры всего, что можно померить, будут под видео, чтобы видео не затягивать. Давайте, сразу, что бросается в глаза, это торчащий штопор. Не знаю, ребят, недостаток это конкретно этой модели, либо все они идут такими. Ну, штопор торчит, что неприятно. В принципе, сам штопор с виду такой довольно мощный. Пружина достойная. Давайте, по клиночку. Вот такой вот клиночек. Ну, сведение под толщи. Вот тут, видите, логотип компании. Приятно, что стоит логотип компании. Не пытались они делать, писать тут, что это Викторинокс, как бы делать реплику. Вот. Спуски такие, кстати, тут сниму тактическую перчатку. Слабо вогнутые. На остальных же Викториноксах спуски прямые идут слабо вогнутые. Сведение по толще. Остальные параметры клинка я вам дам под видео. Профиль клинка с Кирпоинт. Давайте попробуем порезать. Вы знаете, вот заточка ножа, в принципе, достойная на фоне того, что штопор торчит. То есть, в какой-то момент сделан качественно, в какой-то некачественно. Тут еще будут моменты по качеству кое-какие. То есть, в принципе, вот. На ветру не так просто все это делать. Но дома он даже чек порезал из магазина. Там еще потоньше бумажка. Такой клиночек. Сейчас все покажу, потом будем тестировать. Основное блюдо тут, конечно же, пассатижи. Такие вот пассатижи. Приятно, что нету никаких люфтов. Пассатижи достаточно тоненькие. Вот эта вот рукоять, куда мы нажимаем, было бы интереснее, если бы она чуть параллельнее корпусу была. Но я подозреваю, что технически сделать это было невозможно. Но, тем не менее. Ну, пассатижики достаточно аккуратненькие. Но вот в районе, где кусачки, как-то не очень тут аккуратно все сделано. Ну, а так, в принципе, все неплохо работает, без люфтов. Тут, кстати, есть у нас R-ZAS темлячное отверстие. Но на самом деле это не отверстие. То есть не сквозное темлячное отверстие. Так, давайте пассатижики вытащим. По той причине, что до пилы тут не получится добраться. Посмотрите, как подногтевая выемка выполнена ужасно. Поэтому даже рукой без тактической перчатки до нее не так просто добраться. Пилу протестим, открывашку протестим. Тут нету насечки, которая является пилочкой для ногтей, которая на поздних гаках 108 оригинальный шаган. Но, тем не менее, такая пила, такая, в принципе, открывашка. Давайте сравним сразу с оригинал гак 108. Вот по открывашкам, посмотрите. Ну, похоже, но тут как-то по топорне все сделано. Ну, посмотрим, если консервы откроют, значит откроют. Такой момент. Так, далее, что у нас? Шило. Ну, шило выполнено грубо. Тут надо прикладывать руки. Смотрите, тут нету даже режущей кромки, то есть она до конца не доведена. Хотя само шило такое мощное. Ну, опять же, имеется небольшой люфток. Ну, наверное, руки можно приложить как-то доделать. Не очень, не очень. Далее, по общему качеству. Ну, вот, оценивайте. Давайте я вам еще покажу, как лайнеры изнутри выглядят. То есть, ну, должно быть видно, что не до конца они обработаны. Как бы это и не важно. Ну, есть какие-то щели, есть допуски. В принципе, вот. Давайте еще такой момент посмотрим. Во-первых, посмотрите, как накладки по цвету с оригинальным гаком 108 отличаются. Сравните вот этих вот куриц на их плашках. И насечка. Если тут ромбы, которые достаточно приятны к руке и действительно выполняют функцию насечек. Тут же у нас насечки такие шарообразные. Ну, и руку тормозят, останавливают чуть хуже. Ну, тем не менее. Ладно. На этом все по этому ножу. Давайте будем тестировать. Перед тем, как тестировать клиночек, давайте такой момент покажу. Вот ножи. Клинки находятся в положении 90 градусов относительно рукояти. Давайте посмотрим. Тут щелчок и тут щелчок. То есть, на вот этом неоригинальном гаке 108 с пассатижами пружины значительно менее мощные. Ну, давайте, в принципе, пострыгаем. Сосна. Вогнутые спуски. Ну, такие слабо вогнутые. Ну, тоже допустимо, как и прямые спуски для небольшого резачка. Ну, по стали тут особо информации нет. Ну, я думаю, совсем простая какая-то нержавейка. Понятное дело, таким клинком никто что-то серьезное строгать не будет. Ну, тем не менее, маленько построгать можно. Пожарный рукав. Ну, с пожарным рукавом такой тоненький резак с сведением, хоть и более толстым, чем на оригинале, но все еще остающимся достаточно тонким. Ну, справляется неплохо. Тонкий клинок, вогнутые спуски, относительно тоненькое сведение. В принципе, вкатывает. Так, что у нас, порежущие кромки. Ну, какие-то поблескивания, в принципе, появились. Ну, опять же, с простой стали нож и подправить неплохо. Ну, и на таком сведении, в принципе, даже простая сталь заточку будет держать более-менее. Тесты пассатижей. Понятное дело, что они абсолютно не силовые такие. Небольшие такой, можно сказать, усиленный мега-пинцет. Ну, тем не менее, давайте вот кусачки испытаем, сами пассатижики. Я не думаю, что как-то стоит тестировать, какие-то супер нагрузки к ним прилагать. Пластиковый хомут. Давайте вот так вот. Ну, в принципе, так кусают. Ну, что-то пытаются кусать. Так, ладно, с этим понятно. Провод. Я не стал тут кучу проводов всяких брать. Ну, давайте вот. В принципе. Ну, вот, посмотрите. Ну, то есть, давайте чисто медную жилку попробуем. Ну, как бы... Это не является какой-то силовой работой. Провод мягкий. Ну, они с ней не справляются. Посмотрите на сами кусачки. Они как будто тоже не доработали. Как будто не до конца какие-то заусенцы сняли. Ну, взял я еще кое-какую проволоку. Ну, и давайте дадим еще шанс. Тут медная проволока. Справляются. Такая столистая, отожженная проволока, мягкая тоже. Буксуют. Ну, тут вот вроде кусает ближе к осевому, ближе к шарниру. Так. Ну, и что у нас тут еще есть? Мягкий провод. Так. Ну, не получается. Давайте для сравнения ощущения со спиритом. Ну, чисто ощущение сравнить, как в хорошие кусачки кусают. В хорошие кусачки тоже. Ну, тут они перекусывают, но не с одного раза. Просто не могут немного перекусить вот эту тканевую оболочку. Тем не менее. Так. Ну, тут проблем не должно, конечно же, возникнуть. Медная проволока. Так. Ну, это все понятно. Так. Ну, давайте еще вот этот провод. Ну, я не говорю, что, конечно, стоит сравнивать все-таки это разные классы. Ну, просто ради ощущений, как вы поняли. Ну, и так, что можно сказать? Вот вы знаете, где-то тут компания дорабатывает. Вот сами-то вот эти пассатижики, захват на часть, захват для гаек, сами губки сделаны аккуратно. Но вот кусачки, как будто не доработали, не доточили. Может быть, опять же, можно и руки приложить. Ну, все-таки, да. То есть, где-то они дорабатывают. Все аккуратненько, все достаточно неплохо работают. Для небольших пассатижек, в принципе, все в порядке с одной стороны. Сам механизм такой интересный. Но, немного не доработали. Протестируем пилу. Так, ну, что-то не очень. Давайте сразу оригинальную расчехлим пилку. Так, ну, давайте еще этой маленько попробуем попилить. Ну, выводы можно делать. Давайте посмотрим. Вот эта пила пилит менее агрессивно. Тут более. Но, опять же, видите, тут наклон зубьев только в одну сторону. То есть, на одном движении только не пилят. Ну, и сами пилы, короткие плюс, они заканчиваются открывашками. Ну, что делает их? Не самыми удобными, конечно. Ну, тем не менее, чувствуется, что оригинальная пила все-таки пилит получше. Так, тушеночка. Это у нас не оригинальный ГАК-108. Работает. Ну, в принципе, открывает. Придется навернуть сегодня тушенки. Так, ну, как бы работает. Давайте для сравнения оригинальный. Ха. Да, то же самое. Ну, вообще. Ну, оригинальный как-то по БДА, наверное, работает. Давайте. Ну, да. Потоньше там, видимо, открывашечка, поэтому как-то пободрее. Оригинал сейчас. Ну, да, заметно, что оригинал как-то в этом плане поинтереснее. Я не думаю, что стоит тестировать шило. Вот сравнение оригинального и неоригинального, видите тут. Ну, отсутствует режущая кромка, плюс острае шило изначально подзамятое. Поэтому тестов не будет. Тут надо прикладывать уже руки. Что можно в целом сказать о ноже? В принципе, тут есть вещи, которые сделаны весьма неплохо. Например, клинок и заточка на клинке. Сами пассатижи и их механизм. И сами вот эти захватные части сделаны также неплохо. Ну, вот, например, кусачки сделаны ужасно. Ужасно сделано шило. Ну, недоработано. Торчащий штопор. Пила, которую, во-первых, чтобы открыть, надо достать пассатижи сначала. И, в принципе, она, ну, менее агрессивная, чем на оригинальном гаке. Ну, тем не менее, плюс-минус она пилит. Ну, открывашка тоже нормальная. Единственное, что вот эта уродская подпальцевая выемка делает эту пилу достаточно неудобной. Стоит этот нож у Георгия 1400. Ну, вы знаете, если уже и что-то брать из гаков, то берите, конечно, оригинальные гаки. С удовольствием к ним приобщитесь. Но, если вам хочется какую-то вещь все-таки с пассатижами, которые, ну, более-менее рабочие, за исключением, пожалуй, кусачек. Кусачки, ну, на 50% работают. В принципе, с достаточно неплохим клинком, острым из коробки. Ну, пила плюс-минус. Хотя, опять же, в принципе, не за пилу мы ценим гаки 108. Понятно, что пила там, какую-то ветку тонкую перепилить. Вот. Ну, то есть, если хотите взять нечто с пассатижами, с ножом, можете взять, можете приложить руки и как-то довести все это до ума. И все это более-менее будет работать. Но я все-таки, конечно, не могу порекомендовать к покупке данную вещь. Начните лучше с оригинального гака. А потом, ну, если уж очень захочется такой вот гак с пассатижами, там, может, рыбак, может, еще кто-то, кому нужны периодически такие пассатижи, то, ну, в принципе, приобрести можно, но придется приложить руки и на кое-каких инструментах мириться с качеством. Потому что, вот, например, штопор вот этот, я не знаю, как это вообще можно исправить. Вы знаете, вот, компании Victorinox бы кто-то подкинул бы идею, да, ну, не на базе даже вот таких ножей, а хотя бы на базе 111 миллиметров ножей сделать, вот какие-то подобные четырехрядники, там, пассатижи, клинок. Пила, либо пассатижи, клинок, две открывашки. Было бы интересно, я знаю, что есть на базе 130-х ранджер гриппах пассатижи, но там, как бы, эргономически они не столь удобные, и компоновка не такая, там они потолще, помощнее, ну, и стоят они дорого. Вот на базе 111 что-то подобного формата, какие-то пассатижики в них засунуть, ну, я думаю, было бы интересно. Ну, конечно же, Карл Элзенер говорит, что нам надо выпускать лимитированные алоксы с цветными накладками разными каждый год, лимитированные классики. Короче, бог ему судья. В общем, вот такой ножик. Было интересно к нему пообщиться. Еще раз спасибо Георгию. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова